Но только настоящим волшебником. Актеры театра драмы «Вариант» заканчивают работу над новогодней сказкой для маленьких и взрослых зрителей. В тонкостях театрального кудесничества разбирался Дмитрий Коньков. Это последняя репетиция, пожалуй, самой романтичной сказки «Золушка». Классический сюжет о перевоплощении заморашки в принцессу заставит любого поверить в то, что чудеса возможны, а мечты сбываются. По крайней мере, мечта молодой актрисы Марии Трофимовой, которая исполняет главную роль, уже исполнилась. Я хотела, да, чтобы в моем репертуаре была именно эта роль. Это же дает новогодние какие-то ощущения. Ты себя чувствуешь по-другому, ощущаешь какой-то, не знаю, королевой. Вообще ни в этом времени, ни в этом дне, ни в этом месте. Самое главное, когда у тебя луч пойдет, ты должна вовремя успеть до него дойти. Так, чтобы в музыкальный акцент тебе успеть встать световой. Чудеса на сцене – это результат работы целой бригады волшебников – актеров, осветителей, гримеров. А уже знакомый первоуральскому зрителю актер варианта Степан Серебряков в роли главного мага – режиссера. Рассказывает, при постановке учитывали интересы современных детей. Дети привыкли к шоу каким-то спецэффектам, поэтому максимально вложили в этот спектакль все, что можно, чтобы ребенка удивить, чтобы ребенок сидел в зале с открытым ртом. Волшебство происходит не только на сцене, но и в мастерских театрах. В качестве волшебной палочки у костюмеров обычный паяльник. С его помощью из тончайшей ткани вырезают лепестки, которые украсят платье феи крестной. Собрать несколько десятков цветков, пришить на платье сотни бусин – мастерицы, как настоящие золушки, должны за ночь. Если в целом брать, то начиная с эскизов, уже недели три мы над ним и думаем, и доделываем. Мы готовы здесь сидеть сутками и днем, и ночью. А это творение из меха, тавты и бархата – костюм короля. Он и еще 19 нарядов для персонажей уже готовы. И 25 декабря на сцене жители сказочного королевства предстанут перед зрителями во всем своем великолепии. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.